Цифровизация города не ограничивается мобильными приложениями по заказу такси или сервисами госуслуг. Цифровизация интегрируется и в сферу фитнеса, дизайна, в маркетплейсе. На 8-м московском урбанистическом форуме члены Московской торгово-промышленной палаты представили новые проекты по переходу на новый уровень деловых коммуникаций. Год назад палата анонсировала запуск онлайн-площадки «Бизнес-маркет», которая представляет из себя каталог деловых услуг членов палаты, систему скидок, которые они друг другу предоставляют, и базу данных обо всех организациях, с которыми сотрудничают. В течение года к площадке присоединились 35 регионов. Наша площадка торгово-промышленной палаты России признана одной из лучших, и другим палатам рекомендовано работать на этой площадке. И кроме того, раз в два года торгово-промышленные палаты мира проводят свою конференцию, и объявляется конкурс на лучшие проекты. В Ио-Ла-Жанейро, в Бразилии был этот конкурс, было заявлено 94, одобрано 15, от России только один проект, и вы понимаете, что это был проект торгово-промышленной палаты Москвы, это наш бизнес-маркет. По всему миру 65 миллионов организаций являются членами торгово-промышленных палат. Насколько эффективно они взаимодействуют, зависит от территориальных ТПП. Задача нашей цифровой трансформации – это сэкономить время предпринимателей на поиск деловых партнеров, на поиск подрядчиков, поставщиков, клиентов, инвесторов. Повысив эффективность этого поиска хотя бы немного, мы сэкономим огромное количество человек и часов, а это миллионы долларов в мировом масштабе. Мы видим тенденцию к росту интереса предпринимателей, технологиям, онлайн-сервисам, получению информации и мер поддержки в электронном виде. Для этого мы постоянно модернизируем наш инфрационный ресурс – портал МБМ.РУ. Основная идея портала в том, чтобы предприниматель мог получить всю необходимую информацию о мерах поддержки города в одном месте. Цифровизация активно интегрируется в сферу фитнеса. Особенно это видно в Москве, где кроме доступности услуг фитнес-клубов создана новая городская спортивная инфраструктура – от велодорожек и до воркаут-площадок около дома. Москва сделала очень много для развития инфраструктуры в городе, в частности спортивной инфраструктурой, и это дополнительно подтолкнуло аудиторию фитнеса на альтернативу в виде самостоятельных занятий. Фитнес как таковой перестал быть единственным решением для людей, которые активно занимаются собой. Очень важно, что такая альтернатива позволила большему количеству людей вовлечься в тему занятий собственным здоровьем.